Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Андрей, просто чтобы разговор наш был более предметным, можете очень коротко наших слушателей посвятить, напомнить им, какие заведения у вас? Что входит? Ну давайте просто предметно тогда поговорим. Если говорить про бренды, которые на российском сырье, что вы можете отметить? То есть это повышение цен все равно, наверное, закупочных произошло, несмотря на то, что продукты российские. Мы все ходим в магазины, мы видим, что происходит. Ну да, конечно, то есть продукты по всей линейке выросли, то есть наши меньше, импортные больше, биржевые товары еще больше, то есть особенно там рыба, кофе очень сильно выросло в цене, азиатские товары очень сильно выросли в цене. Поэтому, конечно, таким брендам, которые вот роллы делают, японскую кухню, там хуже всего, наверное, сейчас приходится сложнее всего. А вот смотрите, именно хуже всего с точки зрения цены, роста цены или вообще логистики, доставки? То есть есть проблемы еще с самими продуктами, с их наличием? Проблем с продуктом нет, то есть в марте были риски, очень многие закупали на склады, но в целом проблемы не возникло, просто сильно выросли цены. Поэтому у кого была возможность, например, много продуктов на склад купить, то они еще успели по старым ценам купить в конце февраля. А потом как бы очень сильно вверх цены ушли и, в общем-то, пока не падают. А есть вообще какие-то предпосылки к тому, что могут цены опуститься? То есть вот мы помним, да, в самом начале там нереально взлетела вот электроника, которая потом все равно отыграла вниз. С продуктами может такое произойти? Или вот ту планку, которую они уже заняли, то есть ниже уже точно не будет? Как это обычно бывает? Ну, по отдельным позициям, наверное, может быть. То есть был в начале марта и объективный, и спекулятивный подъем цены. То есть когда поставщики просто не знали, будет ли им что продавать, поэтому то, что у них было, они продавали дороже. Пока по продуктам, в общем-то, дефицита не ожидается. Единственный непонятный момент – это виной алкоголь, часть которого запретили к экспорту в Россию. Поэтому вот запасы до осени есть, там проблем с алкоголем не будет. Что будет осенью, как будет осенью переформатироваться рынок – ну вот здесь вопрос. То есть какой алкоголь будет исчезать вообще, чем он будет заменяться. Пока это, наверное, единственная такая вот сильная неопределенность. А по алкоголю, да, там по вину, например, российскому рынку есть что предложить? И в каких сегментах? В российский рынок, да, достаточно активно в последние годы развивался, но просто объема возможностей российских производителей не хватит, чтобы заместить все вино, которое ограничат для ввоза в Россию. Чтобы увеличить виноградность и вызревание и так далее, надо порядка 5-6 лет. Поэтому, безусловно, они все нарастят свои мощности, но полностью перекрытые импортные просто не хватит физических возможностей. Я вот немножко все-таки хочу сосредоточиться на вопросе. Это именно, ну вот часть, понятно, она запрещена к ввозу. А могут быть проблемы с логистикой, с доставкой из тех стран, которые… Ну, дружественные. Дружественные нам. Условно, там Латинская Америка, не знаю, там ЮАР. Ну, здесь я не готов, наверное, комментировать, то есть я здесь с такой же неопределенностью, как и все. В общем, непонятно, что будет с доставкой. В связи с тем, что происходит с ценами на продукты, вынуждены ли вы повышать цену на конечный продукт для потребителя, на блюда? Да, безусловно, то есть в начале марта повсеместно произошло повышение цен. Конечно, они выросли не так, как продукты. То есть если продукты выросли там на 3-40%, то поднятие цен в ресторанах составило, наверное, в среднем процентов 10. То есть чтобы просто компенсировать хотя бы вот те деньги, которые стали мы тратить на продукты дополнительно. Сказалось ли это как-то на клиента, на потоке клиентов? Много ли гостей сейчас? Вообще говорят, что экономические, сложные экономические времена, они вот на индустрии развлечений сразу же сказываются практически. Ну, в марте-апреле мы не увидели спада, где-то замедлился рост, где-то стабилизация, но пока достаточно спокойно на нашем рынке. То есть в разные сегменты, конечно, по-разному себя чувствуют и в разных городах. Вот, пока какого-то критического изменения нет. Мы, конечно, готовились в конце февраля к более худшей ситуации, прогнозировали разные варианты. Но пока идем по оптимистичному сценарию. Но при этом, то есть как бы у нас сгладили панику, да, но что будет дальше, что будет летом, мы не понимаем. Поэтому мы, конечно, в режиме такого энергосбережения работаем. Андрей, а лето обычно для заведений развлекательных – это такой хлебный сезон или не совсем? Ну, в наших концепциях, в принципе, лето – это, да, хороший сезон. То есть он чуть выше, ну, повыше зимы. Ну, вот к тому, что, да, Ань, ты говоришь, в кризисные времена люди в первую очередь могут отказываться от развлечений. Ну, это эксперты говорят, да, что индустрия развлечений посыплется первой, да, в принципе, невостребованной. Есть вот некоторые сомнения, не знаю, вот, Андрей, вы как думаете? То есть с учётом того, что многие страны россиянам стали недоступны, недоступны в плане, а, добраться, б, по деньгам. Да, слишком дорого. Возможно, наоборот, люди, те вот небольшие накопления, которые у них есть, они предпочтут потратить вот тут вот в Кирове. А ты же не будешь каждый день развлекаться тем, что ходить в ближайший лес, да, то есть всё равно захочется куда-то выбраться. Как-то разнообразить свой досуг ты про это, да? Да. Возможно, наоборот, какой-то будет рост. Я думаю, что, ну, да, действительно, мы не очень пессимистично смотрим. То есть люди откажутся от развлечений, но только если совсем всё очень плохо будет. То есть если выбрать, купить хлеб или сходить в ресторан, ну, наверное, выберут как бы хлеб. Но если у людей хотя бы хоть что-то будет сверху, скажем так, минимальных их необходимостей оставаться, то, конечно, это они будут тратить на развлечения. Развлечений, возможно, становится меньше, да, те же кинотеатры очень сильно ограничили. И поэтому я думаю, что ресторанный рынок, то есть сфера гостеприимства, она вот такая в последнюю очередь почувствует на себе вот это прям сильное падение. То есть оно какое-то будет, да, потому что люди сверху вниз по доходу будут спускаться. Но совсем избегать ресторанов только уже при очень низких доходах люди будут. Я просто сейчас вот пытаюсь вспомнить кризис 2008 года. Понятно, что несопоставимо совершенно, да, но тогда в Москве эксперты говорили, что проседал очень сильно вот высокий, да, как бы класс, да, заведений. И наоборот, был большой приток клиентов в заведения такие как бы демократичные по ценам, да. Вот вы здесь в Кирове такой специфики не отмечаете, пока у вас всё-таки разная, да, линейка? Да, и немножко другое поведение, и нет такой сильной паники, опять же, вот в верхнем сегменте. Ну да, и во всех, в общем-то, была сильная просадка вот первую неделю, последнюю неделю февраля, первую неделю марта. Но потом, когда вот этот первичный шок, наверное, прошёл, да, люди вернулись, я слышу, что в Москве есть падение в дорогом сегменте, особенно, которое на туристов было рассчитано, иностранцев, то есть у них продолжаются сложности. И, ну, по официальным данным доставка немножко падает, то есть вот в Delivery Яндекса на 15% в марте было снижение заказов количества. Вот то, о чём вы говорили, да, что непонятно, что будет дальше, как всё будет развиваться. А вообще, в принципе, что-то сейчас можно сделать, да, я не знаю, там, пересмотреть меню, да, хотя бы в перспективе, или посмотреть, там, смену, возможно, какого-то формата, отказаться там от японской, да, например, кухни или что-то. Ну да, если проблема с рыбой, например. Какие-то вообще варианты просматриваете сейчас уже, то есть что, собственно, делать, если? Ну, мы в марте, да, на разные случаи рисовали разные варианты, пока большинство от них отложили, потому что ситуация, как уже сказал, не так плохо развивается. Но, в общем-то, заготовки, да, есть на разные варианты развития ситуации. То есть мы понимаем, что люди в рестораны будут ходить, но дальше уже по ситуации разные варианты, как меню модифицировать. Ну, вот хоть, наверное, интересный факт, да, из-за сложности с полиграфией, с бумагой, мы везде отказались от меню с фотографиями. То есть везде, где у нас были красивые толстые меню, сейчас везде это одностраничное меню. А, серьезно, то есть как в вагоне ресторан и поездов, да, то есть без картинок. Только название блюда и стыб. Без картинок. Ну, много где такие меню, да. Но вот сейчас даже, где мы раньше все очень красиво делали, перешли, потому что, ну, с бумагой реально проблемы были. В каких-то проектах дизайнерская бумага закончилась, то есть пришлось менять тоже варианты меню. То есть вот здесь были проблемы. С точки зрения кадров, пришлось ли вам какие-то решения принимать, или, учитывая, что ситуация, как вы говорите, пока не настолько неблагоприятно, все сохраняется? В целом, да. То есть кардинальных каких-то решений не было, изменений, все стабильно. Единственное, что количество новых вакансий уменьшилось, и какое-то развитие, там, открытие новых проектов пока поставили на паузу. На паузу. Андрей, получается ли воспользоваться какой-то поддержкой от государства? Вообще она есть или нет, вот по отраслям, как у нас было там во время пандемии, например? Ну, в связи с этой ситуацией пока никаких новых мер особо не было. Но что будет дальше, посмотрим. Точно есть вот отсрочка по кредиту ФОТ 3.0, которую осенью получала сфера гостеприимства. По ней вот дополнительные каникулы разрешили сделать. А так пока ничего принципиального не было нового. А потребность есть в чем-то, ну вот, чтобы было хорошо, чтобы сделало государство? Ну, если честно, в такой ситуации прямо сейчас вот сложно что-то попросить. Только стандартное, то, что мы всегда просим, уменьшить контроль, поменьше законов каждый день принимать. Ну, и вот, слава богу, пока, конечно, отсрочку просто сделали по введению маркировки «Честный знак», но вот этот ужас и кошмар, который мы вот ждем, конечно, ее точно пока не убрали, пока просто отложили. А можете чуть подробнее рассказать, что это такое? Ну, это маркировка, которая сейчас пытается замаркировать все больше и больше товаров. В России начинали шуб. Это как с обувью вот делали, да? Да, да. А сейчас уже маркируют вообще все, воду. Собирались чуть ли не карандаши и ручки маркировать. То есть, понятно, когда на дорогом товаре это происходит, это незаметно для потребителя, а на более дешевых товарах это уже заметно. То есть, надо понимать, что вот эта новая маркировка, каждой бутылки воды или литру молока свои 2-3 рубля, как минимум, добавила. В стоимость. Вот. Да. И усложняет работу всем структурам с этой маркировкой. Должны были в этом году полноценно запустить маркировку в молочной продукции. И рестораны фактически должны были с молочкой работать, начать с 1 сентября, вот как с алкоголем. То есть, сканирование на входе каждой упаковки, сканирование на выходе. То есть, вот представьте, повар каждый раз, когда берет молоко, или Борис, он должен будет сканировать, что мы это вывели из оборота. То есть, безумно усложняются все процессы. А самое главное, что, в отличие от эгоиста, за нарушение маркировки, в том числе, уголовная ответственность. То есть, если, например, наш повар забудет 4 упаковки молока просканировать, за каждое, по-моему, нарушение по 200 тысяч штраф, а это уже высокая сумма, и по факту это уже уголовное преступление. Поэтому, конечно, мы с ужасом ждем, когда законотворство вот до этого дойдет. Если не отменят, конечно, это будет еще очень серьезная нагрузка. Но это как пример с молоком. Еще про перспективы хотел спросить. Мы избавились, вроде бы, от коронавируса. Ну, по крайней мере, нет значительного роста. Мы видим, что отменили там и масочный режим, да, у нас в регионе. Но, тем не менее, эксперты-то говорят, что рано расслабляться, и, возможно, где-то там в мае-июне будет что-то опять похожее на то, что мы переживали в прошлые два года. Вот если начнется что-то серьезное, насколько это будет большим ударом по отрасли? Ну, мы держим такой вариант развития тоже в голове. То есть понимаем, что в целом-то он с нами, коронавирус здесь, и статистику смотрим. Поэтому, что будет происходить, уже сложно предположить. И непонятно, как государство будет вести, да, какие ограничения накладывать. То есть в основном же проблема была связана с действиями государства. Ну, сложности. То есть эти действия, может быть, были и правильные, но в основном из-за них какие-то сложности у нас возникали. Сложности, материальные проблемы и все остальное. Андрей, спасибо большое. Андрей Несветаев, управляющий партнер группы компаний «Культура гостеприимства» с нами был на связи. Ну, вот такая вот небольшая картинка, да, сняли мы ее. Все сложности из-за государства. Все сложности из-за государства. Между прочим, не лишено выражения смысла. Да, что касается заведения общепита, я видела уже, да, жалобы людей, что даже в столовых, ну, то есть вот в сегменте там… Совсем эконом, да. Совсем эконом. То есть тот набор блюд, ну, то вот люди, кто ходит, например, в одну и ту же столовую, обедает и постоянно берет один набор и тот же блюд, вот, отмечали, что… Первое, второе, третье компот. Да, что вот это первое, второе, третье компот подорожало, ты знаешь, что 30-50 рублей. А где-то порции уменьшились, между прочим? Порции уменьшаются, мне кажется, стабильно последние несколько лет, и уменьшаются порции, уменьшаются бокалы, то есть они, например, остаются такой же высоты, но становятся уже, и я помню, мы сидели тоже на бизнес-ланче в одном из заведений, и мы часто туда ходим, и нам принесли вот компот, и мы посмеялись, потому что подумали, что вот в следующий раз нам точно принесут пробирки, потому что стакан уже быть уже не может, вот. И непонятно, вот мне кажется, что сейчас эта тенденция ещё куда-то продолжится. Ещё куда-то продолжится. Анастасия Мальцева с нами на связи, директор ООО «ХДК», это «Хатдок Хаос», здесь у нас недалеко на Театральной площади. Настя, добрый день. Алло. Да, добрый день. Ага, да, отлично, связь есть. Анастасия, мы сегодня снимаем такую картинку с наших кировских заведений общепита, там, да, и культурных наших заведений. Что происходит? Вот эти два месяца, которые экономику нашу лихорадят, да, насколько там серьёзная перестройка, может быть, произошла у вас? Пришлось ли от чего-то отказываться, от какого-то вида продуктов? Пришлось ли цены поднимать? К сожалению, да. С начала года мы отмечаем рост цен. На какие-то позиции он составил там минимально 3%, но на какие-то позиции дошёл уже до 10%. То есть он не останавливается. Мы, конечно же, понимаем, что повышать цены до бесконечности, не получая в ответ повышение уровня заработной платы, до индексации, граждан мы не можем. То есть это будет игра в одни ворота. Поэтому, конечно же, мы пытаемся находить другие варианты, может быть, замены продуктам без потери качества, либо же ищем других поставщиков. Ну и, как сказать, и берём больше вот тем, что уходим сами в заготовки. То есть если какие-то моменты мы раньше могли доверить поставщикам, по фабрикатам, то сейчас мы отдаём предпочтение собственному приготовлению. То есть это, ну вот, не знаю, там... Пример какой-нибудь, чтобы по ним понятно было. Так, ну, касается... Это больше, видите, фастфуда, да? То, что мы быстро готовим. Это может быть и картофель. То есть по поводу картошки нас, кстати, лихорадило, потому что в России, как оказалось, всего лишь один завод, который занимается производством фабрикатов картофеля фри, картофеля под деревенскими дольками. А, ну то есть это просто нарезанный уже продукт, приготовленный и замороженный, да, получается? Ну, да, он полуготовый, да. Ну, вот так вот, чтобы примерно понимать, да, к чему, что стоит пересматривать. Ну, а что касается, не знаю, акцизных товаров, не знаю, можно называть в программе или нет. Ну, это об алкоголе речь идёт, да, получается? Да, 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 речь об алкоголе. То здесь, к сожалению, нам пришлось искать прям вот замену, потому что многие позиции ушли с рынка, те, к которым мы привыкли. И на некоторые позиции прям рост составил, ну, ровно в два раза. Как клиенты, да, реагируют на то, что, я не знаю, там, их алкоголь пропал, они не могут его взять, или на какое-то подорожание, да, то есть делают какие-то замечания, задают какие-то вопросы, не знаю. А вы знаете, все совершенно в адекватном состоянии находятся, никому не нужно объяснять. Если они видели, что у них их любимый продукт, их блюдо подорожало там на 10 рублей, то они понимают, потому что они ходят каждый день в магазин, они видят, что цены повышаются не только в кафе, но и в магазинах продуктовых. То есть это коснулось, рост цен коснулся не только продуктов, но в нашем случае, например, мы работаем еще же на доставку и упаковки, ну, и то есть самые злосчастные чековые ленты. А столкнулись, да, с этими проблемами? То есть реально невозможно было, да, где-то купить, или слишком дорого это стоило? Нет, она у нас есть в наличии, но она подорожала в два раза, да. А вы, кстати, пробиваете чеки, или вы сейчас по желанию спрашиваете? Ну, то есть электронный этот чек, понятно, что вы делаете в любом случае, а вот на руки бумажные чеки? Тут все зависит от кассового обслуживания. То есть есть кассы, которые к этому быстро перешли, адаптировались. В нашем случае мы работаем с аваторами, у них все довольно медленно. И, к сожалению, нашим запросам они не отвечают вот так быстро, да. Все, что я смогла сделать, это со Сбербанком ускорить процесс пробития, перепрограммирование эквайринга на короткий чек, а так мы чеки все пробиваем. Выход единственный – это только оплата через QR-код, то есть у нас подключен СберКуар и Куар СПБ. В данном случае, да, мы можем отправлять электронные чеки по желанию гостя, но пока гостям тоже не очень удобно отправлять, оплачивать заказы через QR-код, они не привыкли к данной процедуре. Понятно, что проще значительно получить просто чек, чем доставать телефон, заморачиваться. Только, да, история оплаты через QR-код, она недоработана все-таки государству. Что? А так, все, что мы отметили еще максимально, это снижение объема заказов именно через агрегаторов доставка. А намного упало? Насколько серьезно? Да, на 40%. Ого! Причем это отмечаем не только мы, но и сами агрегаторы, они же тоже, в статистику, с начала года, да, люди все-таки больше склоняются к тому, чтобы, например, самостоятельно дома приготовить или чтобы на работу взять с собой, но не заказывать. Ну, я вот по своему примеру, да, например, могу сказать, что если раньше, скажем так, стоимость еды, которую ты доставляешь домой, да, и походы в магазины последующего приготовления были практически... То есть они в какой-то момент фактически выровнялись. Да, иногда даже было выгоднее... Заказать готовое. Заказать, да, готовое, и не заниматься всей вот этой вот кутерьмой, то в последние два месяца вот этот разрыв снова увеличился. И вот уже теперь опять ты раздумываешь не о том, что домашнюю ты еду поешь или закажешь, а что выгоднее. Вот, возможно, вот в этом плане. Ну, 40% это, конечно. Это значительное, значительное прямо падение. Я думала, может быть... Да, даются цифры именно с начала года, да. Я-то думала, может быть, это как-то сказалось, там, завершение вот этой вот истории с пандемией коронавируса. Просто люди пошли ногами вживую там, да, общаться куда-то в заведение и встречаться, а перестали заказывать на дом. Но, видимо, связаны все-таки с экономическими причинами, прежде всего, да? Да, конечно. Все вот это каким-то образом отразилось ли на персонале, на его численности, на зарплате, или отразится ли в будущем, как считаете? Я могу только судить по своей организации. Ну да, конечно. Конечно, конечно, да. Да, то есть от других я отвечать не могу. У нас персонал в штат довольно плотно комплектован, и мы еще даже со времен пандемии смогли его сохранить в прежнем составе, и у нас не меняется. То есть здесь мы все-таки берем и работы с персоналом, и повышаем тоже, индексируем зарплату. Потому что понимаем, у нас такая сфера, те, кто работают в хорике, они меня тоже поймут, у нас есть определенные сложности с персоналом. А, ну именно что? Сложности с кадрами, да? Да, именно с кадрами. Вот я не знаю, с чем это связано, но мы своих сотрудников ценим, любим, говорим об этом. Долго искали, долго учили, не хотим расставаться, это называется, да? Действительно, да, да, долго искали, правда. Вот тот штат, который сейчас сформирован, он нас максимально устраивает. На кухне одни мужчины, в зале одни женщины. Там нет эмоций, а здесь, наоборот, гостеприимство, улыбки. Анастасия, есть ли какая-то поддержка, которую вы, может быть, получили или планируете получить от государства? И есть ли вообще шансы какой-то поддержки дождаться? Или, может быть, нет государства, может быть, там, на уровне ваших взаимоотношений с арендодателем? У вас ведь в аренде, по-моему, да, помещение, насколько я помню? Да, в аренде. К сожалению, арендодатель тоже, как сказать, у него руки связаны с того, что рост налога на коммерческую недвижимость в этом году значительно повысился. То есть он тоже отталкивается от этого. Что касается поддержки от государства, ну, я думаю, что они пока еще сами не знают, что делать в текущей сложившейся ситуации. Пока только одни разговоры. Нет ни снижения процентной ставки по налогам. Хотя налоговая же прекрасно видит выручку, да, у каждого из нас. Мы же работаем с чеками, и чекопечатная машинка стучит о каждой пробитой сумме. То есть они видят оборотку, что она не растет, а налоги не уменьшаются. То есть мы были бы... Я знаю, что в городе Кирове есть определенное сообщество, которое выступает регулярно с предложениями к губернатору, и тот их выслушивает, но пока, к сожалению, каких-то конкретных предложений существенных не поступило. Будем, как и в пандемии, продолжать сами держаться на плаву. Дело, дело, дело. Перестали на кого-то надеяться. Спасение утопающих, дело рук самих, да? Да, да, конечно. Плыви, плыви. Настя, спасибо большое. Анастасия Мальцева с нами была на связи. Директор ООО «ХДХ». Это «Хадокхаус». Здесь у нас на Театральной площади. Мы сейчас убегаем на рекламу, вернемся и продолжим. Программа «Дневной разворот» продолжается. Как санкции повлияли на ассортимент, цены, кадры в общепите. Эту тему сегодня обсуждаем с представителями кировских заведений, культурных, развлекательных. Разные совершенно, как бы, да, с одной стороны, сегменты. Ну вот, да, сейчас такую интересную цифру. Нам Анастасия Мальцева, директор ООО «ХДХ», да, сказала по поводу доставки, что на 40%. Упала доставка. Упала доставка. И связано, прежде всего, с экономическими причинами. Не с тем, что люди из-за коронавируса отмененного побежали своими ногами в кафе встречаться и общаться, а именно с тем, что люди начали экономить. Ты свой пример приводила в ходе программы, да, когда ты делала выбор раньше, там, в пользу условно заказанного готового блюда, потому что примерно по цене совпадало с тем, что ты купишь в магазине и приготовишь сам. Теперь это история в прошлом, как я понимаю. То есть, если раньше это была, говорю, да, история про выбор между домашней едой и приготовленной кем-то, то сейчас это выбор между... Между деньгами. Деньгами, да, между там 600 рублями и тысячей, которые ты потратишь, если закажешь готовый продукт. Илья Бакин с нами на связи, совладелец пельмень баров «Хлебное ухо». Илья, здравствуйте. Добрый день. Как экономическая ситуация вот последних двух месяцев повлияла, а может быть и раньше, кстати, повлияла на вашу работу? Есть ли что-то, что вы, допустим, покупали и долго ждали теперь, да, ну, с точки зрения логистики, доставки? Есть ли какие-то продукты, от которых пришлось отказаться? Отказаться не пришлось от чего-то, хотя думали, что придется отказываться. Как ни странно, больше сказалось в нашем кафе на вишне. Вишня? Она, да, вишня именно. У нас есть вареники, вареники с вишней, также компоты, но мы решили не отказываться, нашли некоторое решение, как можно сохранить продукт. А вишня, она, в смысле, исчезла или подорожала? Она замороженная ведь, наверное, или свежая какая-то? Да, замороженная, она сильно подорожала, примерно в три раза. Я думала, вы говядину назовете, а вишня в три раза подорожала. Нет, да, продукты почти что все выросли, но я просто говорю, те, которые мы совсем не ожидали. А так, конечно, и мука, и говядина, все выросло. Я вот просто признаюсь честно, не часто берем говядину, но я примерно знаю, сколько она стоила раньше, и тут я в магазине заметила ценник. 700 рублей, 800 рублей за килограмм. Ну, у поставщиков у нас повысилось на 10%, это, конечно, меньше 700 рублей. С мукой, например, я знаю, что у вас просто разный ассортимент, очень многообразие большое. Муку вы российского производства закупаете? Или тоже были поставки? Да, российского. Но была с ней проблема с поставкой, да. Приходилось искать тоже какую-то другую фирму. Они говорили, ваши поставщики, почему проблема возникла? То есть это условно где-то на складах зависло, или ее просто раскупили, так же, как сама? Ну, говорят, что нет. Говорили, что нет. Видимо, везде все раскупили разом. Были проблемы. Все, у кого были деньги, я подозреваю, побежали делать запасы, действительно, да, чтобы отложить где-то на склад? Я, насколько знаю, многие поставщики просто иногда уходили в глухое подполье. То есть они вообще, в принципе, отказывались давать какие-то комментарии, почему они не отпускают те или иные позиции. То есть, как говорится, догадывайся сам. То есть либо они это придерживают, чтобы потом выпустить по более высокой цене, либо действительно этого нет на складе. Ну, то есть если кто-то еще давал объяснение, хорошо, вот я знаю, что многие просто говорили нет. И созвонимся через неделю, да. Все потом. Ну, сильно не объяснялись, да. Илья, помимо вишни, о которой вы сказали, что еще удивило вас, может быть, ростом Ц? Да нет, больше ничего сильно не удивило. То есть рост был везде плюс-минус одинаковый. Пришлось ли что-то менять, я не знаю, там в меню, в размере порций или еще что-то? Или просто повысили, соответственно, увеличение закупа цены на товар на тарелке, грубо говоря? Порции мы не стали вырезать. Пришлось повысить цены. Ну, мы понимали, что всем придется повысить, не только нам одним. Но мы сделали упор на, так сказать, на внутреннее настроение персонала. Мы стали вкладываться в обучение. Мы провели корпоратив, чтобы настроение у всех повышалось. Сделали дополнительную мотивацию. Ну, то есть, так сказать, внутри проработали этот момент. Чтобы, так сказать, настроение и качество знания наших сотрудников сказывалось на наших гостях. Илья, смотрите, как, на ваш взгляд, стали ли люди в таких условиях сильнее держаться за работу? Возможно, кто-то уже высказывал, что мы готовы на некоторое, например, понижение зарплаты. Главное, чтобы эта работа была. Нет, так не высказывалось, но у нас и не было никаких понижения зарплаты. А есть ли еще какие-то расходы, которые увеличились за последнее время? Не знаю, у вас помещение в аренде или собственное? Нет, в помещениях у нас не стали прибавления. В принципе, осталось все так же. Ну, то есть, кроме продуктов, там никаких сторонних трат еще не возникло? Условно, кассовая лента. Да, да, это, конечно, да. Кассовая лента стала намного дороже. И я знаю, что очень многие, у кого есть возможность, сократили шрифт на кассовой ленте. К сожалению, у нас почему-то не получается это сделать. А так, да, она, конечно, сильно дороже стала. Бумага сильно дороже стала. И, так сказать, это заметно тоже, какие-то траты. Илья, а у вас есть доставка? Простите, не знаю. Да. Есть доставка? Да. Вот тоже мы сейчас общались со многими коллегами с вашими. Кто-то уже заявил о том, что откажется там, да, на какой-то неопределенный срок от каких-то там инвестиций в новые проекты, развития чего-то. Есть ли у вас вещи, да, от которых вам пришлось отказаться, там, от запуска нового меню, там, от каких-то акций, еще чего-то? Отказаться? Вроде бы нет, не отказывались, ничего. Единственное, что, да, я сейчас вспомнил, что одноразовая посуда тоже подорожала. То есть, именно связанная с доставкой, контейнеры и прочее, посуда тоже дороже. А вот объемы, кстати говоря, заказов, да, на доставку, они у вас сохранились прежними и, там, пандемийных времен? Они незначительно увеличились. Увеличились? Да. Интересно. То есть, это, видимо, прям, я не знаю, как-то от сегмента еды зависит. Может быть, может быть. Ну, возможно, да. Илья, чуть-чуть назад вернусь, просто мы до этого уже тоже с Аней обсуждали размер порций. Вот вы сказали, что вы там пока свои порции не уменьшали, да, подняли стоимость. А вообще вот, в принципе, клиенты, на ваш взгляд, на что реагируют более лояльно, да? То есть, если вот возникает такая ситуация, что встает вопрос, либо уменьшить размер порции, либо поднять цену. Вот с точки зрения клиента, как вы считаете, люди на что реагируют более тепло, скажем так, с пониманием? Так как мы не уменьшили порцию, мы не знаем, как бы отреагировали на это наши гости. Не, ну, возможно, по прошлому какому-то опыту. Нет, мы тоже раньше не делали порцию. Не делали такого. А повышение цен? По поводу повышения цен, ну, никак не отреагировали, потому что, я так понимаю, что все видят, что вокруг творится, и с пониманием относятся. Ну, мы подняли цену не так, чтобы пальцем не было. Мы все ходим в магазин и все видим, что происходит, конечно. Да, то есть цену мы подняли пропорционально продуктам, которые поднялись. Может быть, кто-то стал, это уже вишню, на которую мы подняли больше всего цену, может быть, ее стали меньше заказывать, какие-то другие стали вареники или пельмени брать. Понятно, не с вишней, например, а с творогом. Спасибо большое, Илья Бакин с нами был на связи, совладельцы пельмени баров «Хлебное ухо». Мы первый час разворота на этом завершаем. В 12 часов вернемся, будем говорить про благоустройство и субботники. Продолжение следует...